Так, ну что, я вышла, в общем-то, с этого дома, и теперь хочу вам прямо из центра города пройтись по главной улице и показать, ну, наверное, наличие магазинов, наличие аптек, кафе, которые здесь есть. Вот у нас сегодня прекрасная солнечная погода, это можно сделать. Итак, вот он перекрест тогда, снова я здесь спустилась. Были мы с вами сейчас вон там, высоко-высоко. Ну что, давайте пройдемся. Это у нас длинный дом, европейский 8. В общем, я думаю, что, может быть, я лучше пойду по дороге, чтобы вам издалека показывать, какие здесь есть. Ну, тут, в общем-то, понятно, что еще в той стороне много магазинов, и они есть просто в каждом доме на этой центральной улице. Кстати, здесь есть улица Центральная, которая так и называется Центральная. Но по факту Европейский проспект является главной центральной улицей. А Центральная почему-то находится на окраине города, получается, та. Здесь вам и обувь, и обувь, и стоматология. Очень много разных вот таких пивных точек. Но это не пивнушки, да, где сидят люди, пьют. Это пиво на разлив, достаточно, ну, не дешевое пиво. Ну, их тут много таких. Оно вкусное, кстати, могу сказать. Вот. Потом здесь есть очень много аптек разных, по разным ценам. Вот я вижу, сейчас вам снимаю как раз магазин «Лемур». Это зоомаркет. С этой стороны тоже вот четыре лапы. Около меня, в той стороне, есть тоже магазин зоотоваров. И ветеринарная, скажем так, поликлиника, да, ветклиника. Вот, кстати, смотрите, автобусные остановки. Вот это автобус 596-й, который идет до Меги. Он идет по европейскому. То есть вот такой же автобус идет по улице строителей. Также идет до метро. Так. Больше хороший магазин мяса и фарш там, и овощи, всякие молочка, сыры. Магазин Евразии. Ой, магазин. Это уже у нас идет ресторан. Кстати, неплохой. Евразию все знают. Он, в общем-то, стандартный такой суши. Это улочка безымянная. Просто про улочек. Вот, европейский 8. Могу с вами пройтись до конца. Ну, в общем-то, в общем-то, я думаю, поняли. Давайте мы с вами пройдем во двор. Цены, могу сказать, абсолютно адекватные. Здесь нет такого, что я могу что-то купить очень дорого и, не знаю, вынуждена ехать, допустим, в город, чтобы покупать что-то подешевле там. Нет, такого здесь нет. Так, ну вот, в общем-то, садик, который я вам показывала. Он работе, он открытый. И он функционирует, да? Мы, кстати, привезли мясо, распаковывали. Так, попробую сейчас. Тут такси высаживает, видимо, клиента. У нас здесь еще посредине города, посреди города течет, текут ручьи, я так называю. И, с одной стороны, по улице Венской они очень облагорожены. Там и фонари стоят, и постоянно его чистят, этот ручей. Но он как-то вот здесь в конце заканчивается не очень удачно. И почему-то мне кажется, что его как-то забросили немножко. Но, в любом случае, там очень много уток. Это такое а-ля развлечение. Пойти к ручью, покормить уток у некоторых. Многие кричат, не кормите уток хлебом, что вы их убиваете. Другие, наоборот, с удовольствием несут булки и кормят этих бедных уток. При этом, эти утки, по-моему, уже конкретно на диету пора. Так, вот у нас площадка очередная. Такие вот замечательные площадки. Не знаю, когда у меня ребенок был маленький, мы просто обожали вот эти горки. И в моем районе, в старом районе, в котором я жила, такая площадка была единственная на весь квартал. И она была всегда битком. И вот таких качель там не было. Вот таких шикарных качелек. Таких лазилок тоже там не было. Сейчас, конечно, облагораживают, застраивают. Но все равно здесь их очень много. Вон еще площадка. Вот здесь еще площадка. Вот, кстати, школа, которую я вчера снимала. Так, ну что? Попробуем сейчас пойти. Вон там, кстати, сделана у нас тропинка. И через... Вот тут просто я смотрю, что здесь ручей. А мы через ручей с вами, естественно, не пройдем. Мы пройдем только по мостику. Мостик построили недавно. Вот, кстати, столичная 6. То есть, эти дома идут по столичной. Тоже застройщики. Они все-таки где-то что-то продумывают. Вот здесь, кстати, недавно сделали частный садик. Вот здесь. Здесь было такое пустующее место. Вот они аккуратно обнесли его заборчиком. И видно, что вообще все новенькое. Но ножками не топанное. Поэтому, скорее всего, еще не функционирует. Вот он, кстати, ручей. Вот он, такой ручей. Вот этот новый мостик построили. Потому что перейти на ту сторону, ну, как понимаете, да, это нужно было раньше все это обходить. А кто-то, соответственно, живет здесь. И ему нужно... Теперь у нас есть вот такой мостик. Так. Вот, смотрите, какая шикарная площадка. А вон там дальше площадка. Там целый корабль детский. Хотите, давайте пройдем вот так вдоль ручья. Ручей сейчас, конечно. Зима. Воды там... Здесь уже вообще бывает ее и нет уже. Вот. Но это все-таки природное явление. Закапывать его нельзя. Потому что иначе она будет остоять. В наших подвалах. Естественно, это никому не нужно. Вот. Вот, смотрите, какой корабль здесь. Детская площадка. Ну, тут просто для детей это, не знаю, шикарность. Площадки все разные. Везде есть качельки, всякие карусельки, лазилки. А уж в мегапарке какие всякие батуты. Я помню, что мы еще здесь не жили. Но мы уже приезжали в гости сюда, к сестре. И мы всегда ходили гулять в мегапарк. Причем в любое время года там хорошо. Там очень красиво украшают на Новый год. У меня есть видео, где там елки. Сейчас там сделан, оформлен просто шикарный каток. 300 рублей за коньки. Ну, это за час. Да, это как бы вообще не те деньги. Тебе дают хорошие конечки. Со своими ты можешь приходить. Естественно, там выход на лед все дешевле. Вот такие магазинчики, видите, есть. Просто маленькие. Я хочу дойти уже с вами до фонтана, да, чтобы вам показать. Конечно, летом это будет все интереснее выглядеть, симпатичнее. Так. А сейчас у нас, кстати, в мегапарке, я не знаю, сейчас видно будет отсюда или нет. Построили огромный, вот на фоне, вот, может быть, видно, как он называется-то, подвесной городок. Там, причем, с такими разными уровнями подготовки, я хочу сказать, по возрасту. Для маленьких там низкие лазилки, для среднего возраста, ну, и такие прям для взрослых подростков. Ну, пожалуйста, в нашем фонтане там играют снежки. По-моему, эту площадь называют площадь Европы, как-то так. Ну, здесь какая-то своя атмосфера такая. Вот он такой круглый, круглая такая площадь. И вот это, собственно, фонтан, который летом функционирует. Он с подсветкой. Здесь тоже вот эти все фонари, лавочки. В любое время года здесь очень мило, но все равно. Здесь тротуарная такая плитка хорошая. Красивый достаточно фонтан. Он большой, он не маленький. И он с подсветкой. Очень симпатичный. Вот сейчас он... Сейчас в нем играют дети. Конечно, весной его заполняют. Его специально еще с таким каким-то раствором, чтобы не цвел. Ну, пожалуйста, техника, кстати, убирают. Так что вот. Всем хорошего настроения. Я жду ваши комментарии. Ну, прекрасно же, да? Сейчас вот будет хорошо почищенная дорожка. В общем, я жду от вас комментарии, какие-то вопросы. Что бы вы хотели, чтобы я засняла в этом городе. Может быть, какие-то предложения. Или... Ну, я даже жду от вас каких-нибудь возражений. Возможно, даже критики. Вот. Поэтому мне было бы интересно, потому что... Ну, я это только начала. И мне кажется, я для вас могу быть полезной. Все это рассказывать, показывать. Все-таки... Со своей, да, с точки зрения, со своего мировидения. Так что... Обращайтесь. Буду рада вам помочь здесь приобрести квартиру. снять. Или поздать. Или продать. Так что... До новых встреч.